У нас у христиан есть проблема. Мы любим все идеализировать. Мы мечтаем попасть в церковь идеальных людей. А вообще, на самом деле, мы именно в церкви учимся по-настоящему прощать. Любить тех, кто, по нашему мнению, не заслуживает любви. Прощать тех, кто не заслуживает прощения. Как по нашему мнению, нам кажется. Если согрешил грешник какой-то, ему простительно. А если согрешил верующий человек, ему это непростительно. Никогда ему нельзя это простить. И вот она, наша первая проблема. Дьяволу даже не надо нас уничтожать. Мы сами друг друга уничтожим. Мы затопчем друг друга в грязь. Мы забьем друг друга камнями. Мы настолько жестокие друг к другу. У нас нет какой-то, знаете, как есть мужская солидарность. У нас нет христианской солидарности. Мы постоянно своих братьев и сестер унижаем, оскорбляем. Мы постоянно радуемся и потираем руки, когда кто-то из своих падает или впадает в какие-то ужасные искушения различные. У нас нет вот этого чувства, как у орлов. Знаете, когда орел, у него идет оперение, он улетает далеко-далеко в горы и сидит там, как общипанная курица. И другие орлы, они не смеются над ним, а они прилетают и кидают ему куски мяса, чтобы тот в этот тяжелый момент, он исцелился, восстановился и оперился вновь. И поэтому я не мыслю так. Было время, когда я так мыслила, я говорила, что с христианами лучше не связываться, да с христианами это, да христиане такие, да христиане всякие. Мы христиане обычные люди, вставшие на путь перемен. И никто из людей не может сказать, рожден ты свыше или нет. Я не могу определить, духовный ты. Ты можешь сыграть в духовность, а можешь быть по-настоящему духовным. Мне сложно тебя определить, но я точно знаю, если человек ходит в церковь, у него есть шанс измениться. Однажды. Однажды Саул вошел в сон пророков и стал пророчествовать. Убийца, Саул, который гнал Давида. Безумный человек. Я не знаю, когда произойдут перемены, но они происходят. И я вижу эти чудеса. Я вижу эти чудеса в своей жизни. Есть время, когда я, ну меня сложно назвать верующей, может быть я поступаю не так, может быть я более эмоциональна, может быть я позволяю себе многое, но во мне живет Дух Святой, во мне обновленная совесть, я меняюсь. Это вообще процесс жизни. И однажды, может быть, к самой старости я могу сказать, что живу уже не я, а живет во мне Христос. Но я в процессе. Поэтому я рекомендую не судить людей, вообще не смотреть по сторонам. Смотрите на себя. И все, во что вы обвиняете сегодня ближнего, своего завтра, это будет происходить с вами. Легко осуждать, когда ты сам не попал в ловушку. Если человек сделал что-то неправильно, споткнулся, но у него и шанс встать. Это и есть рождение свыше. Встать из пепла, возродиться вновь, обновиться в силе, поднять крылья и полететь.